МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании «Гомель» у студии працует Маргарита Котова. Глядите вы этим выпуском. Установка турникета уколя припынков и приборов видеофиксации. Эффективность мер по повышению безопасности дорожного руха сегодня анализовали в Гомеле. Оборона правов и интересов працованных сегодня прошла с провоздачно-выборной конференцией областной организации Белорусского профсоюза работников охоты здоровья. Спорт, творчость, сябровство стартовал 22-й форум студентских талентов «Зимовая веселка». А сейчас об этом и инжи больше подробно. На сегодняшнем посяжении Гомельского арваконкама проанализована эффективность принятых мер по повышению безопасности дорожного руха. На жаль, жадаемого вынеку поколь досягнуть не отрымалось. В причинах такой ситуации разбирался Олег Сентюроу. Вось, чем завершается невыконание правил дорожного руха сегодня в Гомеле отбалось больше 120 дорожно-транспортных зрений. 11 человек загинули на 4 большим летом. Шмот кто на все остальное житие заставился инвалидом. Вероятно, на эту Гомельскую штрафстоянку можно было бы приводить водителей и пешеходов, которые порушают правила, выглядят побитых машин, покидая ведьмамоцное ураживание. Меж тем, анализ аварийности в областном центре свечить, порушение правил проезда пешеходных переходов и перекрыжевания, а так само невыконание худкостного режима, в областном центре не редкие заявы. Основное, я же говорю, превышение скоростного режима, когда страдают ни в чем не повиненные люди, пешеходы, которые являются самыми незащищенными участниками дорожного движения и страдают из-за того, что кто-то превысил скоростной режим. Ну, вот это, наверное, основная проблема, куда следует обратить внимание. На вести парадок на дорогах у Гомелье мкнуться разными способами, а для отремливается это не за все, шматых производителей элементарно гребая потребованиями правил дорожного руха. Во усилляком случае, машины, которые спиняются на так называемых «соруках безопасности», в Гомеле можно увидеть часто. В Гомеле на конце минулого года Гарвуканкам затвердил перелик мероприемства по повышению безопасности дорожного руха. На сегодня с 21 артикула полностью выполнено 15. В ближайших планах установка турникета уколя припинку громадского транспорта и повеличение количества сроков видеофиксации. О прочатах у тебя персупрационники Держа-От-Инспекции будут не только затремливать пешеходов и велосипедистов, які порушили правила дорожного руху, але и высветлять причины, по яких такое порушение отбылось. Неде, саправдой, не хапая пяроходов, неде тротуары могут знаходиться о такім стане, што рухаться по их немахчимо. Видимость вот этой проблемы немножко поменялась. Не только будем изымать пешеходов, но и устанавливать причины. По какой причине пешеход, либо велосипедист вышел на проезжую часть. Почему? Чему это способствовало? Ведь самая главная задача, чтобы не произошло ДТП, это разделить транспортные потоки. То есть для водителей должна быть проезжая часть, для пешеходов и велосипедистов должна быть тротуар, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка. Это аксиома, который не требует доказательств. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель». Завтра в Беларуси пройдут шарговые промые линии мясовых органов УЛАДы. У Гомельске мабл-выконками з вороты громадян будет принимать наместник старшини Владимир Горбачев. Номер телефона Гомели – 33-12-37. Промая линия працует с 9 до 12 годин. У ГТСС на совете будет старшиня Гомельска-Гагар-выконками Петр Кириченко. Номер телефона промой линии – 51-19-84. Новым старшинёй Гомельского областного комитета работников Аховы здоровья обранная Надія Зимина. Она отримала большесть голосов у дельника у 29-й спровоздачно-выборной Галиновой конференции. Специалисты проанализовали выники работы за последние 5 годов и окреслили приоритетные накерунки на перспективу. Подробностей в материале наших корреспондентов. Спровоздачно-выборная конференция проходит один раз на 5 годов. За гэтый час у Галине многое изменилось, а тому представникам медицинских установ в области было что обмерковать. Почали, бадай, с самого актуального – заработной платы. За спровоздачный период она выросла больше, как на полову. Пришим, значный уплыв на гэтую лишбу оказали позабюджетные сродки, які накеровывались на материальное стимулирование. Плюс реальная оборона права упрацующих, что поуплывала на повеличение колькости членов профсоюза. Сегодня гэтая лишба складает 98,5% о догольной колькости работников медицинских установ региона. Постоянно идет защита прав трудящихся. Наши экономисты, юристы всегда работают и помогают сделать так, чтобы не доводились какие-то проблемные вопросы, которые возникают в работе учреждений медицинских, до судебного расследования. позволяют достигнуть консенсуса в отношениях между нанимателем и работником. А это очень важно. Медицина галена вельми потребовальная до парадку и дисциплины. За спровоздачный период главным техничным инспекторам проведено больше, как 50 проверок и 300 мониторингов. У вынику выявлено амаль 9800 порушений, а эксплуатация 125 одинок обстылявания была спынена. Особливая увага якосной диспансеризации и раннему выявлению профессиональных заболеваний. Плюс мотивация працующих в вести здоровье ладжица. Нормы морального и материального стимулирования работников, которые занимаются физкультурой, сегодня предназначены в 90% коллективных договоров. Максимально полное выполнение этих документов в уголе – приоритетный накерунок работы профсоюзных комитетов. Имидж системы здравоохранения, положение в обществе врача, медицинского работника и правовая защита. Правовая защита в рамках всесторонней защиты. И на уровне взаимодействия с нанимателями и взаимодействия и отношения врач-пациент. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомеля» стартовал 22-й форум студентских талентов «Зимовая веселка». Селит организаторы додали до классичной программы и аж и спортивное споборництво. Першим первоособица у сценичной в образы команды першокурсников в НУ в области мы пробовали свои физичные сдольности на легкоатлетичной пляцовце. Спортивную эстафету назвали «Кропка старту». Миновитый адъяей почался «Адлик Хфелин» до объявления самой творчей, оригинальной и сгуртованной команды студентов. На беговые дорожки легкоатлетичного комплекса «Динамо» вышли четыре сборные. Белдута Ганлево-экономичного университета, Споживецкой кооперации, Медицинского университета и ГДТУ «Мясухога». Поскольку фестиваль у нас 22-й, то возникает логический вопрос, он должен расширяться, расти, должна его программа, какие-то новшества содержать в себе. Поэтому было принято решение, поскольку и пропаганда здорового образа жизни всегда актуальный вопрос. И молодежь любит спорт. В результате самой спортивной признана команда Белдута. А сегодня в Громадско-культурном центре Гомеля студенты-першокурсники презентовали проекты и инициативы своей ВНУ, реализованные в год Малой Радимы. После этого вышли на сцену и представили лучшие творческие программы, с которыми они выиграли внутриуниверситетский конкурс «Анука, першокурсник». В Гомеле прошли отборочные туры и наиболее конкурсов эстрадных выконавцев. На их вызнашились артисты, которые отримают шанс проставить наш регион на международном фестивале «Славянский базар» у Витебска. С удельниками познайомилась Ганна Корольчук. Гомель принял конкурсную эстафету одразу после столицы. На международном фестивале у Витебска отбор проходил по двух номинациях. Выконавцы эстрадной песни и детячий музычный конкурс. Спеваки выконывали по две композиции. Для молодшей группы – это твор на белорусской мове и композиция на выбор, которая добрая для устроя майстерства и артистизм. Для дорослых – рамки ширей. Эстрадная песня на любой со славянских мов и сосветный хит. Члены жюри отзначают, что выбор репертуару играет не самую важную роль. Не все песни можно тот или иной исполнитель спеть. Потом нужно помнить, потому что это не первый фестиваль, это уже у детей, если я не ошибаюсь, 18-й, у взрослых 29-й. То есть за всю историю уже много чего спето. Поэтому тоже неинтересно повторяться. А если повторяется репертуар, то важно, чтобы он был в новом прочтении. Всего на сцену городского центра культуры вышли 23 юные вокалисты и 9 профессийных артистов из Гомельской области. По умовах конкурса все они являются гражданами Беларуси и имеют опыт концертных выступлений. А так само уже заявили про себя на международных и республиканских конкурсах и фестивалях. Были обмежевания по взрослите. Для детей от 8 до 14 годов, для дорослых от 18 до 31 года. Однако, не глядячи на опыт, все конкурсанты однолького хвалявались, або добро разумели, что поспеховый удел фестиваля дает путевку на великую сцену. Конечно, надо быть уверенным, но волнуйся равно. Одну песню белорусскую я выбрал «Конни за цугляны». Это песня «Ры». И вторая песня английская Майкла Джексона «Бэд». Ну, потому что такая сжигательная, и чтобы судьи на энергетику появились. Я занимаюсь вокалом третий год в детской школе искусств. Почему ты так делаешь? Мне очень нравится. Я хочу все дальше, дальше научиться очень красиво петь. Вокалом занимаюсь с 8 лет. Путь у меня очень большой. Училась в колледже искусств в Гродно, после чего пришла работать в продюсерский центр «Таркбис». Участвовала во многих конкурсах. Недавно был «Гомельфест», заняла первое место. Жура обрала трех дорослых и пять юных спеваков, которые представят регион на республиканском отборе. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Международный день волонтеров Гомеля означали независимым флешмобом. Акция прошла напереда дней в найбуйнейшем гандлевом центре города. Гомельские доброохвотники выросли объеднаться и выполнять разом гимн волонтеров. Организаторы флешмобу «Рух, подари им шанс» запросили долучиться усіх ожидающих. Идею поднимали больше как 20 волонтерских объединений, включающие школьные волонтерские отради. Пусть наши люди пути будут вам опорой. Ты хочешь сам идти, сторонись волонтерам. Флешмоб закликан поднимать волонтеров и их нелегкую працу, а так само звернуть увагу громадства на значность их деяності. До того ж, кожное волонтерское объединение запрашает до себе новых сябров, коб разом подарить миру еще больше добрых справ. Желаем, чтобы каждый человек нашел себе частичку добра, тепла, смог стать волонтером, безвозмездно помогать, открыл себя. И желаем также другим организациям тоже, чтобы у них больше было положительных результатов, больше было желающих вступить к ним. Мы занимаемся поиском пропавших без вести и помогаем установлению личности. Так что тоже будем рады, если к нам присоединяться чем больше людей, желающих, нам всегда их не хватает. Поздравляю с Всемирным днем волонтера. Наш мотоклуб пришел к этому довольно давно, уже на протяжении 20 лет. Мы делаем очень много добрых дел. Посещаем детские дома, соцприюты, катаем детишек, просто дарим радость детям. Я лишний раз убедилась, что в Гомеле проживает огромное количество добрых, неравнодушных людей. Я желаю всем людям, всем волонтерам, добровольцам, в первую очередь, конечно, сил терпения, мудрости и здоровья, конечно же, здоровья. И хочется пожелать, чтобы вся наша деятельность, которую мы делаем, приносила нам радость и удовольствие. Гомельская милиция нашла подозреваемого в повреждении мембраны футбольного манежа стадиона «Луч». Им оказался 13-летний учащийся одной из школ областного центра. Сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних он пояснил, что хотел узнать, из чего же сделана плотная защита манежа. Для этого подросток достал перочинный нож и вырезал из мембраны фрагмент 20 на 25 сантиметров. А когда увидел вдали приближающуюся фигуру человека, бросил материал на землю и вместе с приятелями скрылся. Напомним, повреждение купола манежа произошло 1 декабря в районе половины восьмого вечера. Правоохранители сейчас проводят работу с родителями школьника. Не исключено, что на их плечи ляжет обязанность по возмещению ущерба. В Мозыре посетительница диско-бара разбила о голову молодого человека пивную бутылку. Все началось с того, что компанию людей, которая находилась у стойки, проходя, зацепили парень и его спутница. Посетители возмутились и высказали свое недовольство. В итоге, на свой счет, их слова воспринял совершенно сторонний посетитель, которому они показались грубыми и начал выяснять отношения. Несколько раз между молодыми людьми едва ли не завязалась потасовка. Конфликт протекал на фоне бурных эмоций. Первые нервы сдали у девушки. Недолго думая, она пустила в ход то, что было в руке, недопитую бутылку пива. Девушка без лишних объяснений подошла к обидчику и разбила о его голову пивную бутылку. Потерпевший сразу же обратился в милицию. По результатам проверки в отношении Мазырянки возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Теперь ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы с минимальным сроком от трех лет. Сразу три наезда на пешеходов произошли за минувшие сутки в Гомельской области и все на пешеходных переходах. Пострадали три женщины из Гомеля, Жлобина и Рогачева. В областном центре наезд на пешеходы произошел на улице Кожара. В Жлобине пострадала 38-летняя жительница райцентра. В Рогачеве дорогу по зебре переходила 35-летняя женщина-пешеход. В ГАИ наезды связывают с нарушением правил водителями и призывают всех автомобилистов проявлять к пешеходам повышенное внимание. Особенно учитывая тот факт, что продолжительность светлого времени суток существенно сократилась. Первый лед манит рыбаков, поэтому спасатели на готове. Накануне в Петрикове вместе с сотрудниками освода они провели зимнее учение по спасению утопающих. К слову, в конце осени на помощь к терпящим бедствия рыбакам уже доводилось приходить работникам МЧС. Чтобы быть готовыми к ЧП, учения решили отработать по наиболее популярному сценарию. По тактическому замыслу на реке Припять под лед провалилось двое рыбаков. Спасать людей отправились водолазы и работники МЧС, которые использовали для этого имеющееся плавательное средство. В ходе учений дополнительно проверили оборудование и технику, которая необходима для спасения людей. В Беларуси с новой силой активизировались мошенники, которые разными способами выманивают у людей данные банковских карт. Человеку будто бы звонит банковский работник, убедительно с ним беседует, а потом со счета клиента исчезают все деньги. Схема развода проста. Вначале лжепредставитель банка сообщает человеку по телефону, что по его карте пытаются взять кредит на большую сумму или что его счет подвергается атаке мошенников и требуется отменить операцию по снятию средств. Человек, естественно, соглашается с предложением аферистов, а потом называет им все свои данные, включая номер счета карты, пин-код, сведения паспорта и идентификационный номер. Обычно уже к концу такого разговора баланс держателя карты полностью обнуляется. Правоохранители обращают внимание, что называть данные своих банковских карт и паспортом мнимым банковским работникам нельзя. Настоящие служащие могут попросить сообщить только последние три цифры карт счета клиента или назвать кодовое слово. Это вся информация выпуска. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де-Факто и оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Начальный успех гомельских гимнастов Виктор Антипенко завоевал медаль чемпионата мира среди юниоров по прыжкам на батуте и прыжкам на акробатической дорожке. Бронзовой наградой судьи оценили выступление воспитанника из Дюшер номер 4 в прыжках на акробатической дорожке. Чемпионат мира проходит в японском Токио. Волки пока хозяева Полесья. Жлобинский металлург в областном дерби обыграл Гомель. Пятый эпизод противостояния коллективов проходил на гомельском льду. Первый период остался за гостями. Никулин наказал Рысей за удалением. На старте второго Киречко удвоил преимущество Столиваров. Вскоре и хозяева открыли счет своим заброшенным шайбам. Тополь реализовал булит. Минимальным отставанием гомельчан было недолго. Не прошло и минуты, как Колосов вновь вывел металлург вперед на две шайбы. До конца второй-третьей гости забросили еще дважды. Соломонов и Кунцевич сделали цифру на табло разгромными. 5-1. В третьем периоде Пилюлю немного подсластил Хузеев. 5-2 победа металлурга. Отмечу, что в очном противостоянии впереди пока жлобинская команда три победы при двух поражениях. А вот в турнирной таблице выше Гомель. 5-е место металлург на шестом. Завтра Столивары играют дома с шахтером. В Гомель наведается Динамо Молодечна. На пути к финалу четырех Гомельской энергии в Витебске марков ГТУ завтра начнут двухматчевое четвертьфинальное противостояние в Кубке Беларуси по волейболу. Первая игра состоится в Гомеле на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17.00. Ответный поединок пройдет через неделю 14 декабря в Витебске. В нынешнем сезоне команды встречались один раз. Победу праздновали энергетики. Финал четырех Кубка Беларуси по волейболу пройдет с 20 по 22 декабря в Бресте. После международной паузы возобновляется чемпионат Беларуси по мини-футболу в 11-м туре. ЦКК и ВР заиграют на выезде. БЧ – дома. Магоностроители в воскресенье 8 декабря будут гостить у Щучина. Параллельно в Минске сойдутся Дорожник и ЦКК. БЧ свой поединок проведет 10 декабря соперник Борисов 900. Игра состоится в спорткомплексе «Локомотив. Начало» в 18.00. Сегодня в Гомеле стартовал открытый Кубок Беларуси по плаванию среди инвалидов по слуху. Соревнования проходят в областном центре Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. На протяжении трех дней награды будут оспаривать более полусотни спортсменов со всей страны. Победителей выявляют в двух возрастных группах 16 лет и старше и 15 лет и моложе. Момельские пловцы в числе фаворитов. По итогам Кубка будут формироваться сборные страны различных уровней для участия в международных состязаниях. В том числе и дефлимпийских играх. Дефлимпийские игры летние будут в 2021 году. Но мы всегда рассчитываем на победу наших спортсменов. Последние пять олимпиад с пяти олимпиад наши спортсмены не возвращались без медалей и занимали ведущие позиции в мире. Сейчас конкуренция очень сильно выросла. Не потому что мы стали слабее, потому что растут спортсмены в разных странах. Но мы еще верим, надеемся, что без медалей на следующих играх не останемся. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.